Спортивную часть мероприятия предварял митинг памяти. Цветы и венки участники турнира возложили к памятнику возле городского поселка Домачево. Это монумент детям, которых расстреляли фашисты. Здесь оборвались жизни более полусотни мальчиков и девочек, воспитанников детского дома и их воспитательницы. В память о жертвах участники мероприятия зажгли свечи. 54 свечи. Традиционно при открытии всех мероприятий, которые проводят в управлении, мы об этом договорились еще в 2017 году, мы посещаем различные памятные для каждого гражданина Республики Беларусь места, которые свидетельствуют о подвиге, мужестве и трудолюбии белорусского народа. Сегодня мы собрались здесь, в Брестском районе, почтить память жертв Домачевского детского дома, которые 23 сентября 1942 года были расстреляны фашистами. Важность момента переоценить сложно. Сохранить в памяти именно жертв страшной войны, долг наследников поколения победителей. Это, во-первых, воспитание подрастающего поколения. Подрастающее поколение должно помнить ужасы, должно помнить коварство той войны, которая прошедшая, которая никого не щадила. И действительно, это боль. Игры турнира по мини-футболу прошли в Тамашовке. За первое место и звание лидера сразились представители учреждения образования Бреста, самого агрогородка и Следственного комитета. Несмотря на то, что соревнования носят дружеский характер, победить хотел каждый. А потому и настрой у игроков был исключительно боевой. Давно играю достаточно, лет пять играю в мини-футбол. Для меня это очень хороший спорт, которому я отдаю большую часть его времени. Очень рады, что позвали сюда, потому что хочется проявить себя. Итоги соревновательного дня следующие. Третье место у команды 6-й Брестской гимназии. На вторую ступень Пхидестала поднялась 28-я школа областного центра. Лидерами стали представители средней школы номер 26. Анастасия Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Стропко, Андрей Щерба, Антон Луговкин.